всем привет дорогие зрители и подписчики канала меня зовут слуцкий александр и я для вас буду играть и комментировать как обычно ну что ж перезагрузил я консоль после предыдущей серии и как ни странно но лютик не появился вот этот сад вот здесь мы должны будем с ними с ним должны были встретиться кстати есть когда девушка подошли я не могу почему-то не могу с не поговорить не она ли и есть целлюленько это понятно странно да честно не так подожди да сделаем блин нет это не схоластика ну блин почему она почему ну почему почему залагал мне этот квест очень интересный как мне кажется может быть стоит попозже сюда прийти не знаю ну короче говоря о человек убьют к младшему этот на меня не нападает странно да короче говоря что решил что пока мы оставим в стороне любопытно что любопытно геральт ты бы хоть говорил что ты видишь вот и мы отправимся к королю нищих помните он нам он нам обещал награду да ё-моё серьезно опять напали на меня с этими разговор короткий у меня блин я надеюсь лютика не прибили где-нибудь вот такие же ребята вот было бы забавно но кто ж тогда все это написал всю эту историю ведает нам заставках интересно в общем и задание кабаре с лютика мы пока оставляем на будущее просто потому что она забагована либо чего-то я не понимаю куда-то он пропал короче говоря вот ну и отправляемся королю нищих потом пойдем наверное актрис помните мы обещали ей зайти не тоже кое-какие проблемы будем решать и их но сначала королю нищих здесь он отдаст нам награду и носим все потому что больше с ним дел я вести не хочу если честно я не понял сейчас пора гордить сдохнуть откуда тут такой взялся красавец вот и лежит почему меня игра сюда завела закрыта король нищих он вообще с другой стороны слушайте может это отметка тупит с лютиком может быть мне не туда вовсе надо ну то есть может на уровень ниже выше меня он ведет туда смотри отметка интересно вообще мне вот тут надо зайти сначала открывай медведь пришел геральт ребят я не могу двигаться это нормально нет может потому что я был с мечом это что же за баги такие броня с тобой не так короче не медитация ничего не работает придется загружаться а ну что ж ребята на сей раз удалось мне зайти спокойно шестерка на стрёме мне не зависть геральт как прошлый прошлую нашу попытку ну и погнали погнали король нищих за наградой да ты должен лучше подбирать себе людей рико попался как ребенок да он рассказал я велел ему уехать из города и он вероятно сказал что я тебя награжу да возьми что нам дал эрлих рад кираса воина фреи воровская честь выполнено задание это конечно все здорово что нам дал что за меч такой хуже хуже наше хуже наше очень жаль что так а броня и броня тоже ну и бог с ним продадим продадим кузнецу когда придет время что убираемся отсюда и идем к трис теперь-то уж точно так черная жемчужина так а где 300 у нас вот вопрос жизни и смерти за ней по-прежнему охотиться поэтому надо ее выручать отлично она тут недалеко давайте я сохранюсь а то мало ли еще очень залагает нас в последнее время навиград в плане именно багов и лагов не приветлив к нам бандитов вроде стало поменьше зато вот такая хрень появилась так и неизвестно куда лютик пропал только мы его спасли куда-то он снова пропал растворился в игре надо думать что а может так и задумано может быть ну помните он говорил что там я только закончу еще одно дело и обязательно тебе приду а нету его интересно но нет у нас указаний я думаю если бы так было то мы бы пришли подождали бы лютика и игра такая надо выяснить куда делся люди чем такое а так не должно быть что мы стоим ждем а его нет и 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 нет такое вряд ли возможно здесь интересно главное чтобы ничего с ним не случилось то что перепроходить всю игру вы чё издеваетесь но он второстепенный это второстепенный квест поэтому даже если мы его не закончим страшного ничего не случится но мне было интересно и жаль что так все у нас получилось подожди я правильно пришел да кому 3 я ей сразу говорила никаких мужчин никаких домашних животных здесь порядочный дом успокойтесь я ненадолго домовладелец значит так наша подруга наверху блин ну поселилась хотя бы тут уже это уже лучше чем короля нищих где мы ее нашли в первый раз работая крысоловом она нас встретила геральт у меня проблема мы можем поговорить я понял уже что просто так с геральтом никто не разговаривали как ты себя чувствуешь так себе а почему ты спрашиваешь может сменим тему с удовольствием я сама хотела это предложить я видел что ты сохранила розу памяти которую я дал тебе во флотцами кажется это было так давно наверное потому что многое изменилось ты сохранила ее на память отчасти но прежде всего как предупреждение и давно в наиграли достаточно давно чтобы научиться как здесь выжить и не попасться а до этого где ты была до этого мне тоже как-то удавалось справляться без твоей помощи но это не значит что я не рада тебя видеть о чем ты хотела поговорить я получила странное сообщение и даже не знаю что об этом думать кто его прислал слуга ингрид вигельбуд кажется его госпожа хочет помочь чародеям бежать из новиграда и готова потратить на это значительную сумму надо полагать она это сделает не просто так в этом-то и проблема вигельбуд хочет меня о чем-то попросить но в письме нет никаких подробностей за мануху чую я предложил встретиться на рыбном рынке и обещал все объяснить только не знаю стоит ли мне с ним встречаться чего ты боишься а вдруг эта ловушка с одной стороны я бы не хотела упустить такой шанс нам же очень нужны деньги а с другой никто не может требовать чтобы ты рисковала жизнью я сама этого от себя требую беда в том что раньше с этим было как-то проще раньше я не знала как это оказаться под пыткой слышать крики других и не иметь ни единой возможности им помочь же могла бежать в любой момент я знаю но я так испугалась а если меня закуют настоящий двимерит ты же не всегда будешь рядом до двимерит не позволит ей применять магию не нравится мне все это но раз уж ты уперлась одну я тебя не брошу спасибо и как ты собираешься искать этого слуху он написал что я узнаю его по голубому кафтану и связки ключей у пояса я должна его остановить и спросить сколько стоит форель как думаешь кто это придумал слуга или сама ингрид готова поспорить что ингрид обычно услуг нет времени на чтение авантюрных романов наверное будет лучше если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане поговорю я да он дождет меня ты постой где-нибудь неподалеку а я удостоверюсь что твое письмецо прислали не охотники вот и я о том же встретимся на месте гераль ты молодец прям рассуждаешь как надо на 3 с синий кафтан и носит ключи на пояс надеюсь он никуда не пропадет как лютик я на это рассчитываю игра не подводи меня а то я на тебя немножко в обиде после прошлого квеста который мы не смогли закончить из-за того что он залагал ладно погнали 3 такая вся в нерешительности вроде хочется на уехать отсюда ну здрасте приехали вместе стань геральт люди ублюдка младшего я же его блин убил вы должны уже успокоиться разве нет последний переулки опять встречает нас никак не успокаиваются сколько их надо уже зарезать чтобы это прекратилось рыбный подожди что это у нас тут так чисто ради интереса проходить мимо не хочу а то это задание может исчезнуть старушка гераль приглашение на большие скачки интересно давайте глянем может быть стоит поучаствовать в этом потом имение вигельбудов внимание внимание жители и гости и вольного народа ой города новиграда достопочтенное семейство вигельбудов имеет честь пригласить вас на ежегодные большие скачки имени разма вигельбуда приглашаются и зрители наездники желающие принять участие в состязаниях как обычно скачки состоятся неподалеку от поместья так мы там были вроде нет мы же там уже были или это еще новый нет это другие какие-то скачки ну ладно надо будет посетить пред случае мы там уже скакали уже побеждали но не профессиональных наездников поэтому будет интересно поучаствовать это уже на уровень выше так синий кафтан ключи на поясе смотрим множество людей в синих кафтанах подозрительно я ни одного не а вот смотри это зеленый кафтан никаких ключей у него нет вот синий кафтан ключи ключи нет так а ты у тебя нет ключей похож но я не вижу но ключи или что это я хотел спросить да чем могу служить ты не знаешь где бы купить форель подешевле ну сейчас для форели не сезон купи лучше ведерко устриц от жена то обрадуется понятно да не ведьмак это звучит ключи 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 я не вижу ключей ни у кого ну нет с ним точно нельзя поговорить ой да следи хоть сколь год адрес вон стоит вот синий кафтан ты чё-то еле стоишь на ногах явно не он блин только уж ключи то я ключи не вижу а во не а так мы с ним говорили это не ключи там а вот ключи нашел да ты не знаешь где купить дешевую форель может и знаю но не с вами я должен был встретиться суды если хочешь поговорить с кем собирался то только в моем присутствии осторожность велит мне сейчас осторожность велит тебе не спорить поверьте похоже у меня нет выбора пожалуйте за мной довольно уверенно сказал что сюда идти за ним ловушку ведет меня да ты смотри горожане я же там всех порежу ты даже не думать что хотя он то наверное сбежит его используют блин а если бы трис пошла сама хорошо что мы пришли к ней да геральт далеко идти то а я не могу с ним поговорить это он взять его ну вот а подожди не понял я сейчас не понял что напали на этого гражданина стоять спасибо я сейчас что-то не понял что это на тебя бандосы напали а я уже думал ловушка не знаю я их первый раз видел может недавно кто-то пытался расспрашивать наших гонцов про молодого барина погодите-ка где госпожа Мереголь вы должны были прийти одна если бы не он тебя уже вели бы на допрос тот высокий это вальдо мурис он работает на охотников за колдун а может вы и правы госпожа я просто не ожидал потому что госпожа Вигельбуд если мы уже соблюли все шпионские формальности может скажешь кто-то я лакей госпожи Вигельбуд я не хотел вас ничем обидеть господин почему госпожа Вигельбуд не встретилась со мной лично она слежки боялась в последнее время она ужасно нервничает выкладываю уже в чем дело дело в сыне госпожи Вигельбуд молодой господин Альберт интересуется алхимией и... вон оно что храмовая стража? это еще ничего но на тебя напали подручные охотников значит дело серьезное да, стражников госпожа Вигельбуд подкупила но охотники платят за каждого найденного чародея так что должно быть стражники сперва получили взятку от перепуганной семьи а потом все равно шепнули словечко охотникам откуда молодой Вигельбуд сумеет незаметно выскользнуть из дома к сожалению это не так просто молодой барин сейчас укрывается в загородном имении чтобы вывести его оттуда по-тихому госпожа Ингрид хочет устроить большой бал маскарад они скачкали будут главным номером этого балла что за всей прислугой следят хорошая мысль шумный прием пожалуй обманет охотников особенно если хотя бы половина слухов о балах Вигельбудов окажется правдой кажется на последнем балу подали сто разных десертов а фейерверки пускали до самого рассвета в этот раз из-за тяга военного времени мы вынуждены ограничиться восемью десятью пятью десятью за сахаренные лепестки это тоже не мало мягко говоря нынче очень трудно достать как бы я хотела все это увидеть ждете на балу каких нибудь неприятностей сложно сказать сейчас главное скрыть бегство молодого барина от его бабки как это госпожа Патриция Вигельбуд ревностная почитательница вечного дня она не знает что Альберт интересуется альберт еще не лучше по счастью старшая госпожа Вигельбуд редко бывает в имении загорода но тут она будет правда довольно необычная семья очень необычная не мне об этом судить господин надеюсь нам не придется оставаться до конца приема значит ты пойдешь со мной? конечно не могу же я тебя бросить когда ты будешь так рисковать подумай только восемьдесят пять десертов у тебя по-прежнему двадцать два дюймов талии прекрати как мы попадем в имение? пожалуйста вот приглашение стражник у ворот получит особые инструкции наденьте пожалуйста маску лесу хорошо? удачи вам ай маску эту одевать еще ну придется придется может идем сразу туда? смеешься? нам нужно приготовиться переодеться а самое главное купить маски ты знаешь лавочку элихаля? я уверена там есть все что нужно для балла дааааа был ваал элихаль приятель лютик да уж только маски правда я надеюсь обойдется без парадного дублета дублет геральт и это не обсуждается когда все устроишь зайди ко мне блин а если придется драться как мы ээээ нет ведьмак очень не любит переодеваться это купить новую одежду дублет штаны и сапоги так сначала маску хотя можно сначала и дублет купить ладно что уж будем потакать трис так вот отмечается главное а штаны маски нет ну ладно чего уж там приоденемся как следует для балла поможем трис куда уж мы она без нас точнее ну и золтан подождет с лютиком особенно лютик который пропал он сам может не прийти просто поэтому может это я зря грешу на игру я никак не могу успокоиться уж простите ребят но настолько мне было интересно это задание и так все завершилось глупо так или я не думал что я к тебе когда-нибудь вернусь но приветствую пришел взглянуть на весеннюю коллекцию я бы взглянул на твой товар разумеется прошу если что-то жмет или натирает всегда можно переделать на месте будет сидеть как вторая кожа это круто ну давай посмотрим так вон маска лисы я вижу маска орликина это наверное мне а во волк это я наверно одену да так хорошо элегантный дублет придворного какой из них купим туника ну давайте вот этот не вот этот скейские бриджи эльфгардские штаны не ну в принципе все нет будь здоров одежда дублет штаны а штаны сапоги нужно еще купить ну давай приветствую пришел взглянуть на весеннюю коллекцию я был разумеется штаны сапоги штаны сапоги ну эльфгардские туфли и ну вот так вот допустим сейчас глупо будем выглядеть будь здоров потому что я не подбирал там по стилю все ну давайте посмотрим итак значит штаны о боже а хотя о ну выглядим конечно мы штаны немножко не подходят да и сапоги цветом ну ладно принести три смазку лисы погнали эх в броне было бы конечно мне сподручней я уверен что там придется либо драться либо еще что-то но угодим трис глупо очень выглядим сейчас особенно штаны и сапоги ну ладно балахоны такие хм надо было наверное невгардские купить и все было бы хорошо но что-то мне название не понравилось я решил купить другие а сапоги смешные такие астроносы ладно просто терпим геральт просто терпим интересно она что-нибудь скажет про нашу моду там и так далее про наш выбор на бал лы 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 так надеюсь нас в этот дом сейчас просто пустят хватит а сколько можно это это он иногда не добивает просто сколько можно а сколько можно ну серьезно каждый раз когда я тут пробегаю постоянно а а опять да опять ну уж простите мы на бал собираемся вас с собой взять а вас же не пустят жаль домовладельцы домовладельцы такие не очень у трис надо сказать ворчат постоянно три три этажа у них блин ух ты триста тоже приоделась ну и ну я вижу ты принял мою просьбу близко к сердцу значит ты все таки говорила не всерьез тогда я еще успею переодеться не смей ты выглядишь замечательно у тебя уже все есть можем идти ты разузнала что-нибудь про этого агата среди чародеев о нем почти никто не слышал скорее всего он просто любитель тогда почему стражи и охотники им так интересуются потому что он легкая добыча разумеется именно поэтому мы должны ему помочь все готово можно идти не часто я вижу тебя в таком наряде мне в подмышках жмет может они в тупле проволоку зашли геральт успокойся все время восхищаться твоей крепостью духа так что идем ну что пойдем выручать альберта этого к чему это привить блин заполошно как то все делаем не проверив все данные трикс тоже как то все все получится будем конечно на это рассчитывать но постараемся держать ухо востро и на балу быть очень внимательными приветствую уважаемых господ мы гости госпожи вигельбуд покажите пожалуйста приглашение все верно вы найдете госпожу вигельбуд во дворе имения она в маске попугая и вот еще что мечи прошу оставить ну я так и думал ну хорошо желаю удачного вечера о мы на балу ребята ну что трис пойдем здесь красиво я ужасно давно не была за городом и правда красиво целые целое блин не знаю целый лес во дворе хотели бы иметь у себя дома так выходишь такой и тут у тебя своя природа ну как это за этим же надо ухаживать столько людей нужно деревья вот эти вырастить траву держать всегда ровненько постриженную и в нужных цветах что ж ты старых друзей не узнаешь кто такой это какая-то ошибка я вас не знаю не валяй дурака вивиана эти волосы я всюду узнаю можешь конечно строить из себя благородную но пока этот барон Эдвард тебя как там его из канавы не выловил ты была обычной довольна госпожа сказала что тебя не знает а это у тебя что новый какой то еще старше прежнего тоже мне хер горбатый правду говорят чем меньше может тем больше платье пойдем трис не будем устраивать скандалов эй ты мне больше нравилось когда работала в каретах у пассифоры ой парень ты явно Трис с кем то попутал надеюсь по крайней мере я еще с тобой не договорил бухой хлам просто рыжую наверное какую то женщину помнит и на три ступ срывается а мы по траве я могу ему настучать но зачем привлекать к себе лишнее внимание все в масках такие ути пути тюти я вечеринка для них явно обернулась перепоем так стражники мы нормально все там кстати задание у кого-то было морец что ты здесь делаешь малютка мереголь ну и ну а я думал будет шикарный прием да я тоже по тебе соскучилась но сейчас это не важно ты знаешь как выбраться из новиграда если хочешь можешь присоединиться к нам к вам это кому же среди них есть и твои друзья когда мы все соберемся я выведу вас ты выведешь прости мерегольд это все равно что дать себя вести храму маутенку за сим прощаюсь кто это был это мой старый знакомый морец дифентель я потом тебе расскажу явно ему чем-то обязана просто так бы ты наверное свою помощь предлагать не стала так она вообще-то вот сюда пойдем направо давай посмотрим что здесь фонтан да и менее вигельбудов конечно стоит того что чтобы здесь побывать так я просто вижу там видимо игроки в гвинт да скучно твоя слава летит впереди тебя геральт ну иди вы меня искали скучно ну оставайся кто желает быть следующим прошу сударь диванон освободил место у стола и уже должно быть не вернется а что с ним стало какие-то добрые люди отвели его в сторонку чтобы он ничем себе не навредил так что сыграем первым вашим соперником будет граф вальдемар де крот он может позволить тебе проигрыш поэтому играть будет неосторожно да не я не умею у меня нет карт знаю я ваши эти игры потом проиграть надо будет в общем нет трис погнали дальше а второй меч у тебя на случай если какой второй меч у меня нет никаких мечей ребята вы что мечи я оставил на входе поэтому надо быть осторожным оружие у нас нет вау сыркач аккуратней меня не подожги готовить тоже могу оооо ребят посмотрите что девушка из посеклора неудушно выгоним его к линии стороне с новыми людях так 4 барда пусть выступают мешать им не будем вечеринка в самом разгаре ооо какие там блюда на столах я вас оставлю на минуту госпожа да это я насчет форели что ах да конечно прошу простить мне эти меры предосторожности но может пойдем поговорим где-нибудь в укромном месте благодарю что вы согласились нам помочь мой лакей предупредил что вы придете с другом мне бы хотелось чтобы о побеге альберта знала как можно меньше людей но если вы ему доверяете как никому другому охотники не появлялись с тех пор как они напали на моего слугу на рынке все улеглось но мне удалось подкупить одного человека из храмовой стражи и он сказал что разговоров об альберте все больше откуда стража вообще узнала что ваш сын занимается алхимией к сожалению я не могу поручиться что сам альберт не начал похваляться очередным экспериментом он очень беззаботен вот значит как совсем как его отец он был очень милый человек но совершеннейший болван его сожрал глава глаз вы не слышали эту историю? он должно быть много путешествовал да где там он пробовал их разводить наверное я радоваться должна что альберт увлекся алхимией она все же безопаснее разводил глава глазов нормальный вообще нет? пойдем за альбертом где он сейчас? развлекает гостей на приемах он всегда душа компании поэтому я не хотела чтобы у кого-нибудь возникли подождение когда он сможет выйти? придется подождать пока гости не выпьют столько чтобы видеть только подносы с новыми курками но не бойтесь это не займет много времени да мы видели уже у вас там некоторых гостей блин ваш сын собрался нам придется действовать быстро да я за всем проследила куда вы его заберете? вам лучше не знать подробностей он будет в безопасности обещаю вам но прошу вас положитесь на меня я не в первый раз это делаю я знаю и благодарю вас не в первый раз он это делает как мы его узнаем? он в маске пантеры альберт знает что вы за ним придете и он в восторге от того что ему предстоит боюсь он не до конца понимает какая опасность ему грозит как я уже сказала он не слишком сообразителен от относительно этого можете не беспокоиться в компании некоторых чародеев он придется очень кстати геральт мы пойдем поищем его я буду ждать новости найти альберта вегельбуда он в маске пантеры пошли а почему у меня два почему у меня две отметки интересно так ингрид я очень надеюсь что вы нас не подставляете я прям очень надеюсь что ну какой смысл ей своего родственника подставлять я не знаю душа компании говорят вполне вероятно что он в самом центре здесь давайте сначала налево пойдем так пропустите дамы вон видите там кто-то выступает в центре пантера 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 так ну это шашлык же слуги вот тут была красота а ведь никто его знаешь тут трудно сработать вечный огонь пылает и все такое так это не он я думаю да золотце альберт вегельбуд для тебя солнышко хоть адольф валентина понятно это не он но в маске пантеры так постойка что это у нас тут ежик а понятно неинтересно священная книга вечного огня так а тут у нас никого нет гостя гость но это ведь гость красивая маска а боже альберт вегельбуд нет хи-хи-хи я черная пантера милый грамм нас тварь мать прислала пантера то есть вам это он В закутке какого-то, блин, с дамами общался пантер Хорошо, но сперва попробуйте этого розового фиорана, непременно Так, ну договорились, фейерверки бахнут, мы пойдем Надеюсь, Альберт не забудет, зачем они устроили прием Может, подождем в саду? Я присмотрела там такой милый уголок Хе-хе-хе, ну пошли, Трис Пойдем, пойдем Почему бы и нет? Неизвестно, когда будут фейерверки Я бы, на самом деле, в точности все узнал Ну вот, если бы я участвовал сам в этом Но Геральту, видимо, достаточно того, что у нас сейчас есть На данный момент, ну ладно Погнали в сад Тут вроде и правда нет никого Хотя, как никого нет Тут дофига кого есть Но на этой скамейке На этой скамейке свободно Как приятно снять маску Хотя бы на минуту Отсюда отличный вид И даже вино есть Я страшно давно не выходила в свет Нет, правда Это замечательная перемена После новоградских сточных каналов В таком случае самое время спросить Да Про этого чародея, которого мы встретили А, ты про морица Что ты хочешь узнать? Вы знакомы? Геральт Все чародеи друг с другом знакомы Некоторым уже больше ста лет А это достаточный срок, чтобы перезнакомиться В таком случае, когда ты с ним познакомилась? Давным-давно На одном приеме Он подошел и сходу предложил телепортироваться В какое-нибудь уединенное место Хм И ты согласилась? А ты ему отказала? Хм, ты так думаешь? Он ухаживал за мной еще какое-то время Мне показалось, ты ему не нравишься Я думаю, он с удовольствием мной бы командовал Но подчиняться? Да Но ведь именно ты устраиваешь побег чародеев из Новиграда Иногда я и правда не знаю Как я умудрилась собрать их всех вместе? У них нет никого другого Спасибо, Геральт И если ты хотел сказать что-нибудь приятное, попробуй срочно Вообще она меня расстраивает, что, блин По первому зову этого чародея пошла с ним, блин Это неправильно Я рад, что мы пришли сюда вместе Правда? Несмотря на всех этих надутых аристократов Поклоны и фальшивые улыбки Нам редко удается просто поговорить А ты хотел мне что-то сказать? Кто-то идет Это Альберт? Нет, просто какой-то заблудившийся гость Наверное, ищет подружку А как в той эльфской сказке про лягушку и трясогуску Инху-инху, бег, бро Тихо-тихо, лягушонок Тихо Пойдем отсюда Надеюсь, что гости не напьются так быстро Как я Че-то да Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше Румянец пошел уже О, нет Я сперва осмотрю этот их знаменитый лабиринт О, тряс Они там скульптуры Совсем 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 что? Совсем голые Трис, блин Она, наверное, напилась Пойдем, Геральт Нет ничего хуже Пьяной женщины Ты идешь? Сейчас, ну приключение потянет же Уже потянуло Трис Геральт, нафига ты ей дал возможность Выпить этого вина Трис Я не думал, что она так быстро пьянеет Да иду я Ты идешь? Там кто-то уже, вон, занимается любовью в кустах Никто даже не заметил, что нас нет Ладно Я надеюсь, фейерверки Фейерверки мы не пропустим сейчас С приключениями с этими С Трис Осторожно Там, по-моему, началось, да? Геральт, погнали К сожалению, сейчас не время Господа Геральт, наконец-то Мне жаль, что мы встречаемся в столь исключительно неблагоприятных обстоятельствах Хорошо сказано Но мы непременно это наверстаем Потом я обязательно покажу вам свои алхимические формы Никто за тобой не следил? Кажется, нет На всякий случай поменяйтесь масками Даже так Мы пойдем вперед Геральт сразу за нами В конюшне нас ждут оседланные кони Хорошо, там и встретимся У нас маска была как медальон Прям точь-в-точь Практически Волчий Пятнадцать минут спустя Выйти из лабиринта Окей Ну что Пережить нужно нападение Успокойся, женщина Я не Альберт При других обстоятельствах я бы показал тебе все Опа У нас нет оружия, ребят У них вроде тоже Альберт Вигельбург Барышня, отойдите в сторону, пожалуйста А вы, молодой барин, без фокусов А то еще синяков себе наделаете Это вряд ли Это вы Иди сюда А ну давай Иди сюда Может будешь бить, Геральт? Очень странно себя повел Ты ведьмак Еще мне сразу Не стал это делать Так, тихо Назад Так Давай Бежать Я не могу его добить почему-то Ну ладно Иди, иди сюда Да блин, Геральт, добей его Просто добей Ай, черт Ладно С тебя начнем тогда Оп Попался Ну давай А помните я Мне как-то удалось в драке Тогда этот знак использовать так, чтобы потом добить лежащегося противника По-моему с бароном такое случилось у меня С кровавым Все На опережение На встречку поймал Разобрались с ними Ну что Мне кажется Вигель Будд бы не справился Эй, даже выход Разве нет А чёрт Выход с другой стороны Хорошо Хорошо А салют все еще продолжается Сколько времени он будет идти А все еще можно играть в Гвинт Серьезно В такой момент Встретиться с Трис и Альбертом На конюшне Набежали Это вызывает подозрения Мне кажется Но Я все-таки решил ускориться Вот и они Кажись Я уже начала беспокоиться У нас появились небольшие трудности Охотники? Они идут сюда? Нет, у нас есть еще немного времени Но, пожалуйста, отправь кого-нибудь в сад Там надо прибраться Я прослежу за этим А вы поторопитесь Все готово? Да Я забрала твои мечи у стражника А Ингрид Ты дала мне деньги Их здесь Гораздо больше, чем я думала Замечательно Так куда мы едем? Ты? Никуда Теперь у меня действительно появился шанс Вывести всех чародеев из города Удастся ли интересно? Если ты захочешь попрощаться То знаешь, где меня искать Попрощаться? То, что случилось у фонтана Мы не должны Я знаю, это из-за меня Вино ударило мне в голову Прости Не надо просить прощения Госпожа Мерегольд Нам пора Берегите себя Ну что ж, ладно Мы еще увидимся с Трис Не переживайте, ребят Нам еще предстоит сделать Этот сложный выбор Между ней и Йеннифер А возможно мы уже сделали выбор Поцеловав Трис Кто его знает В этой игре все Может быть Ну что ж Задание выполнено Я бы хотел выйти от сюда Сейчас или никогда Встретиться с Трис Хм Я надеюсь она-то на месте будет Не как Лютик Так, мне мечи вернули По крайней мере Это уже хорошо И вообще я бы переоделся обратно В мою броню Вроде все Вроде все Мечи на месте Да, все хорошо Так, а как маску снять? Хм Реально, а как маску-то снять теперь? По-моему Вот так, нет? Керальт Ты че, емая? Это знак Геральт Слушайте, ребята А как маску-то снять теперь? Я, конечно, могу вот так сделать Просто из карманов ее убрать Но А, ну да Все правильно Ее нужно было просто убрать из карманов Ладно Далеко ли у нас Трис теперь находится? Давайте посмотрим В Новиграде? Или где? Ну, конечно, да Конечно, тут Ну что, рынок на площади Может, сразу туда и Телепортируемся? Логически завершится На этом серии Я думаю Когда мы поговорим с Трис Я думаю, что Вот там-то нам и предстоит сделать выбор Нильфгардская империя Нильфгардская империя Стремительно расширяется И завоевала уже множество государств Сейчас она ведет третью большую войну С королевствами Севера В меню настроек Кстати В меню настроек Насколько я знаю Можно много чего выключить Можно много что включить Поставить себе сверх Хардкорный режим Там и так далее И так далее И так далее Вот Но я пока не хочу Может, потом как-нибудь попробуем Мы с вами это провернуть Может быть, на стриме Может, еще где-нибудь В серии какой-нибудь Ну, посмотрим, короче говоря Ну, и вы сами понимаете Что после этой серии будет стрим И Так Задание дополнено Скачки Интересно А что это? А что это? Я вот так и думал Может быть Скачки-то и были как раз В то время как Этот был Балли Баль Этот был Баль О, кстати Тут какое-то задание Так Как нам пройти к Трис? Давайте глянем Значит, нет указаний Куда? Поэтому мы поступим Хитрым образом Чтобы не плутать по Новиграду Сделаем вот так А Указания теперь есть Уличные музыканты Все еще бренчат Блин А где же все-таки Лютик? Я не успокоюсь Так и не пришел Навстречу к нам Надо будет почитать Об этом в интернете Возможно Есть решение Этой проблемы Еще как-то Что-нибудь Так Это охотники За колдуньями? У дома Трис Стражники Нехорошо Вот-вот-вот Я об этом и говорю Нашли похожие Я же заплатила тебе За месяц вперед Ну да Но по старой ставке А теперь риск больше Знаешь А чёрт Жильцы выселяют К тому же У меня уже нет денег Но зато есть кое-что еще Дамочка Отдавай жерель ей Проваливай сюда Ого Спокойно Я сама его сниму Что делать? Идите отсюда Сейчас же Этих людей Я резать не хотел Прости, но Я не знал Хочешь ли ты Чтоб я вмешался Не хотела Да Они вели себя подло Но они заслужили Это ожерелье Они очень рисковали Давая мне убежище Я волновался за тебя Город кишит охотниками Я знаю Все было готово Мы должны были отплывать Но охотники За одну ночь Они закрыли все ворота Поставили стражу На каждом перекрестке А потом начали Прочесывать город Ничего не получилось Дом за домом Они задерживают Каждого Кто кажется им подозрительным Большинство Простые люди У которых Оказался при себе Амулет из клевера Или кроличьей лапки Но иногда Они находят Мелких чародеев Самое время Забыть о своих собратьях Спасай себя А ты смог бы бросить Весемира Эскеля Ламберта Смог бы это сделать Чтобы спасти свою шкуру Я понимаю Что ты обо мне беспокоишься Но я не могу Их просто оставить Я знаю Что ждет тех Кто попадет В руки охотников Как я могу тебе помочь Все разваливается Я сама уже не знаю Что делать Надо как можно быстрее Привезти чародеев в порт И посадить на корабль Но Бертольд и Аниса До сих пор не появились Бертольд и Аниса Кто это? Молодая пара Он алхимик У него была лавочка В Золотом городе Она училась в Аритузе Боюсь что люди У которых они скрывались Донесли на них Видишь Мне еще очень повезло С хозяевами До порта вы так просто Не дойдете На улицах стража Поэтому по улицам Мы не пойдем В случае трудностей Мы должны были все Встретиться в зимородке Там из подвала Можно спуститься в каналы А они говорят Ведут до самой пристани Мы там были кстати Я знаю на городские каналы На охотников Вы там не наткнетесь Но это не значит Что будет безопасно Об этом я и хотела Тебя попросить Найди выход к докам Проложи дорогу Для остальных И как можно быстрее Потому что охотники Пронюхают про наш план В любую минуту Теперь понимаешь Мою дилемму? Да Помочь двоим Рискуя эвакуация Я рискну Я знаю Что мы сейчас Поступаем Очень неправильно И подвергаем опасности Всех В том числе и Трис Ай Ну ладно Погнали к Бертольду И Аниси Трис Не плутай Надо спасти Чародеев Иначе Будет совсем Все плохо Так и думал Что сказал Сюда иди Арбалет свой Засунь себе В одно Хорошее такое место Так Так еще один Арбалетчики Приходили И швы Все Погнали дальше Трис Где убежище Не до веков В обрезках А сейчас Нельзя обращать на себя внимание Это мы конечно Попробуем Но я Не вполне Уверен Что Наш вид Они не должны Нас заметить Да е-мое Я бы мог Конечно Сейчас просто Пойти И всех Перебить Но Раз не должны Так не должны Кто там Бльет Заколебал О боже О боже Трис Нас сейчас Выдан А Ну все Окей Ну идем 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 Надо спешить Иначе Всех мы тут Не перережем Храмовых Стражников Геральт Зайди пожалуйста Внутрь Да слышу Все так говорят А ты что Хотел Мерегольт Вот и все Лишь что Захотели Вообще Можем Их увезти Просто на убой Пойдем Сейчас Пойдем Спасибо Надо как можно Скорее добраться До остальных Давай 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 Чародеям Помогаем А возможно Либо Пойти По Другую Сторону И Помочь Этой Храмовой Страже В какой Случай Я бы не стал Это делать Но Просто интересно Была бы такая Возможность Обычно В подобных Играх Как Ведьмак Дают Выбрать Сторону Но Не в этом Случай Видимо Они бегут Там за нами Нет Блин Трис Ты че Ты проверяла Каналы Под земородком Нет Я не думала Что нам придется По ним идти Подумать Только Еще год назад Стражники Кланялись Чародеям На улицах А теперь Теперь Мы должны Бежать отсюда Как крысы Ты могла бы Остаться Ты то Справишься Но вот остальные Без меня Нет Меняется власть Меняются Мировоззрения Меняется Положение в городе Раньше Все любили Магию Теперь Все Магию Ненавидят И хотят Ее сжигать На костре Вот Во все Вот Вся Разница Че так Резко Останавливаешься Я Кстати Очень Надеюсь Что там Сзади Нас Все еще Бегут Ребята Никуда Не делись Ага Вот он Ход Да Нет Да ладно Убить Надо всех Убить Я его Кстати По-моему Не добил Лежать Еще не упал Эй Все Ну вроде Да Ну что Три Сделать будем А почему Ты не колдовала Кстати Ты же можешь Холера Мы слишком Задержались Нет Мы спасали Двух Человек Да Ценой Его Жизни Хорошо Что мы успели Прежде чем Они отыскали Укрытие И схватили Остальных Я не могу Считать Жизни Геральт Но сейчас Не время Для траура Пойдем Со мной Две Жизни Вместо Одной Черт Я говорил Я говорил Что так Просто Это не Закончится Иллюзия Я так понимаю А не Скрытый Ход Убежище Чародеев Настоящее Подземное Убежище В Новиграде Трис Что случилось Наверху Все в порядке Нет Ничего Не в порядке Геральт Подожди минутку Я должна понять Кто смог сюда добраться Чему эти слезы Не огорчайся Достопочтенная Господа Ого Это вредит красоте Ты должна быть Много Огорчался Я просто Родился страшным Гикстра Ты тоже Бежишь в ковер? Нет Но я помогаю Переправить туда остальных У меня такое Чуткое сердце А почему Твоё чуткое сердце Затрепетало Только сейчас Чародеев Жгут уже Много Месяцев В таких Масштабах Только с Недавних Кроме Того Хорошо Иметь друзей В ковере Особенно При дворе Короля Танкреда Тсс Рис Будет Говорить Позже Все Расскажу Ладно Мы долго Медлили С победом Пока Убедились Что в ковере Нас Стримут Пока Раздобыли Деньги На оплату Кораблей Пока Нашли Капитана Которому Можно доверять Мы ждали Слишком Долго Больше Времени Нет Мы Должны Покинуть Новиград Сегодня же Это Безумие Охотники Стоят На каждом Углу Значит Мы пойдем В порт Каналами Только Сперва Герр Найдет Для нас Безопасный Путь Нас Все равно Достанут Вот Увидите Достанут И убьют Возможно Но тогда По крайней мере Мы умрем Достойно С оружием В руках А не на костре Моля Пощаден Я спускаюсь В каналы Когда я подам Знак Что путь Безопасен Пойдете По моим следам Ни в коем случае Никуда Не сворачивайте Я пойду С Геральтом А ты Диэкстра Отправляйся В порт И проверь Все ли в порядке С кораблем Непременно Встретимся На месте Я надеюсь Встретимся Все будет хорошо Там утопцы будут Или Кто С ней Безболезность Понял Они съели Фирки Еще Блин Ну погнали Че Надо Поторапливаться Я не понял Сейчас Трис Ты идешь Да Че да Пошли Говорю Спасибо Что ты нам Помогаешь Ты не должна Меня благодарить Правда Должна Ты не представляешь Как это важно Что в этом Гребаном городе Есть кто Для кого Может Спокойно Скоро Все почет Да Вот Добей Ты его Просто Герой Ты с людьми Так поступаешь Нет В прыжке Он не падает Окей Молотники Здесь Еще один Сзади Вот Наконец Пойдем Трис Дальше Неблагоприятная Среда Достижения Еще куда Идем Направо Налево Направо Пойдем Так Арт Библиотека Не понял Я сейчас Смотри Стихи Гонсало Деверсо Хроники Якобы Варадцы Невероятно И все Редкие Издания Мы вернемся За ними Потом Нет Не вернемся Ты помнишь Сегодня я уплываю Из Новиграда Помню Но мне тяжело Это осознать Пойдем Надо Спешить Надо Так а что ж ты села Это книжки Расглядывать Ё-моё Не в ту сторону Геральт Ну ладно Я нашел выход Так Выход-то я нашел Тут у нас гости Минус один Минус второй Минус третий Отлично С этими разобрались По-моему кто-то еще тут был Нет Геральт Какой ты выход нашел Я немножко не пойму Вот это Слушайте По-моему да Это и есть выход Крысы Что делать Я помню конечно Что Кейра их боится Серьезно Их убивать надо будет Неудивительно Что здесь было Столько крыс Кто сбрасывает сюда Все эти трупы Мы под рынком Рядом с резиденцией Карла Варезе Тисаке Думаю это не совпадение Ну да Всем известно Что его должники Исчезают без следа А мы могли с ним работать Но не работали Пару кусок на стопах Лодыжках Но это пустяки Обязательно очисти все раты Иначе начнется заражение Позже Геральт Сначала мы найдем Выход к порту Смотри Аккуратней Трис Все таки крысы Как гнусный Спокойно Тупик Понял Так То есть я там просто зачистил Чтобы вам пройти было легче Идем дальше Я очень надеюсь Что я правильно бегу Вот и выход Да? Нет? Или постой Мы обратно прибежали Что ли? О нет Только не это Кто? Кто? Берегись Он ядовитый Какого же Еж Шива Так Я понял Нет 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 Игни Спокойно Гори Против вампиров Огонь Работает Да Должен работать Бьем Спокойно Тихо Тристь Аккуратно Все Она его добила Всегда столько интересного Да К счастью К счастью? Это мой постоянный источник дохода Пойдем Да Куда дальше Сюда Да Похоже Что да Блин Все каналы Сейчас Очистим Для этих Ты слышишь? Чайки У нас получилось Пойдем Да Вот он Выход Как там Гикстер Наконец-то Сколько Можно Таскаться По подземельям Успела Смотреться Как корабль Старая Калоша Дерево Прогнило Паруса Драны Как старые Портки А До ковера Доплывем? Если только Не будет Штормов Я дам Знак Остальным Помочь Я могу Сыграть На скрипке Или сбегать За цветами И шоколадкой Что ты несешь Только Только Не говори Что ты Не будешь Умолять Трис Чтобы Она Осталась Что Тебе Вообще Надо Люблю Романтические Истории Особенно Со Счастливым Концом Они Жили Долго И Охотники Охотники Идут На корабль Живем Брать Демонов Известным Известным В фильме Между Прочим Так Как вам Так Вообще У меня Я думал Что Арт Стоит Пожалуй Его и возьму Чтобы Уронить Всех Вот так По-быстренькому Разобраться Как он Соскочил Интересно Мне Хорошо Я по-моему Убил Ардом Впервые В жизни Или это Просто Дикстра Топором Зарубил Наверное Все-таки Второй Вариант Дикстра Я не знаю Как тебя Не время Для благодарностей Садитесь На корабль Еще Только Одно Прощание Спасибо Я Никогда Не забуду Что Ты Для меня Сделал И того Что У нас Было Останься Со мной Геральт Давать Больше Не будем И По крайней Мере Не здесь И Не сейчас Госпожа Мерегольф Пора Отчаливать Пожалуйста У нас Был Шанс Но Мы его Не использовали Я Люблю Тебя Госпожа Мерегольф Мы Отдаем Концы Эх Не получилось Ну что Трис Трис Мы Упустили Я Не знаю Этими словами Мы сделали Выбор Попытался Меня Меня Когда-то Тоже Отшила Чародейка Рассказать Тебе Расскажи Мне Не Помешать Когда-то Я Сдувал Пылинки С Филиппой Да Мы Знаем Это Когда Мы Оба Еще Служили Дании Это Тоже Из Книжки Надушился Я Как Шлюха В Жару Надел Костюм В Продольную Полоску Потому Что Она Понимаешь Стройнит Ну И Говорю Ей Филиппа Столько Нас Объединяет Все Дела И Знаешь Что Она Сказала Что Продольная Полоска Все Так Недостаточно Стройнит Нет Что Геррит Повернись Я Не Настроен Шутить Да Нет Серьезно Осталось Осталось Повернись Трис Осталось Ну Конечно Трис Я Думал Что Я Тоже Но Я Передумала Спасибо Тебе Большое Спасибо Ди Экстра Не Обижайся Но Исчезаю Меня Уже Нет Пойдем Отсюда Куда Нибудь Откуда Видно Корабли Веди Блин Но ей же опасно В Новиграде Оставаться Ну ладно Ничего страшного Как-нибудь Проживем Ну что Мы сделали Свой выбор Енифер Где-то далеко До нее Еще надо Добраться И она Отшила Уже Нас Один раз Поэтому Ну че Будем Стрис Вторая часть И первая часть Все время Геррит был Стрис Почему бы И в третьей части Игры Не быть С этой Рыжей Красоткой Теперь-то Их не поймают Нет Можешь выдохнуть Правда Ты прав Просто я никак Не могу поверить Что все уже Кончилось Я мечтала Об этом Месяцами Ты так себе Это представляла Нет Я представляла Что буду на корабле Вместе с остальными А ты Самая большая Будешь махать Мне с берега Платочком Надеюсь Ты не жалеешь Что Дело повернулось Иначе Говорят Ковер красив В это время года Но Все-таки И я выбираю тебя Неудивительно Я в это время года Тоже Довольно красив Да А бороденка-то Кстати Может мы еще Отправимся туда Когда все кончится Это означало бы Балы Банкеты Беседы И всякие другие Скучные вещи На Б Угу Но также Балдахины Бальзамы Безе Ты бы мог отыграться За все эти годы Когда спал по кустам И мылся в горных ручьях Звучит соблазнительно Но мне ведь не обязательно Отказываться от Ведьмачьего ремесла Нет Ты бы мог иногда Брать заказы На разных чудищ Чтобы не выйти из формы Только не слишком опасные Чтобы я не очень волновалась А я бы тебя ждала Дай угадаю С ужином при свечах? При свечах? Но в постели Хотя На самом деле Можем обойтись без свечей И без постели Можем обойтись без свечей Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Блин, да уплывайте вы, если это чародей Ай, забавно Ну что ж, да, все, выбор сделан, друзья Да простит нас Енифир Спасибо, Геральт За это И за то, что ты сказал мне в порту Я должен был сказать это уже давно И что теперь? Боюсь, для... Они жили долго и счастливо И еще слишком рано Я поеду искать Цири Я уже близко К ней или кому-то, кто знает, что с ней случилось Где мы встретимся? Мне приходит в голову только одно место, где рады ведьмакам и чародейкам Каир Морхен Я давно там не была Итак До свидания Я буду скучать Очень А ведь еще и Кейра там Я тоже Между прочим И с Кейрой было то же самое, что и Стрис сейчас Ой-ой-ой, ведьмак Осталось до кучи Енифир туда отправить Но в любом случае А где колон? Вот Иконская мазь для больных суставов Дикстра Ох уж это ведьмачье чутье Ничего от вас не скроешь Да, и от тебя тоже Ты когда-нибудь от меня отцепишься? Да не говори Когда-нибудь Когда ты станешь мне не нужен Дикстра, что ты затеял на этот раз? Как ты думаешь? Сколько чародеев мы спасли? Всего? Не знаю, не считал Около тридцати А сколько их осталось на севере? Сколько алхимиков, травников, целителей? Две тысячи три? А что, проводишь перепись? Не Меня это печалит В Новиграде были мы Но кто спасет чародеев в Эринбе? В Бонарде? В Арткарайге? В Кулете? Ты же знаешь, что Родовид не успокоится, пока не перебьет их всех Всех до единого Включая Янифер и Трис Трогательная речь А теперь где? Убить это Давида? Зачем ты мне об этом говоришь? Затем, чтобы ты помог мне убить Родовид Удар нанесет кто-то другой Дикстра? Может, ты об этом не знаешь? Но ведьмаки всегда сохраняют нейтралитет, так что... Говно это все Удобная отговорка, за которой вы прячетесь, когда становится горячо А сейчас стало очень горячо Костры пылают в каждом городе Для чародеев и для твоих подружек тоже Для нелюдей А скоро и для ведьмаков что-нибудь соорудят, будь уверен Тебе нравится такой север? Молчишь Понимаю Убить короля — это тебе не заказ на накера Подумай над моими словами А если поймешь, что хочешь изменить ход истории вместо того, чтобы плыть по течению Приходи в Пассифлору на чердак Я буду ждать там И не один Я подумаю А вот и выбор Прощай, Геральт А вот и выбор, ребята Сейчас или никогда задание выполнено Помните, Родовид нам дал задание Найти Магичку еще одну И вот Теперь Диэкстры еще Я думаю, я буду убивать Родовида Серьезно Он мне не понравился Этот король, который творит несусветное Да, ведь Геральт не убивает королей, но Пора сделать исключение Ой Сколько всего произошло за эту серию Которая идет почти полтора часа Надеюсь, вы были со мной Не забудьте про лайки и комментарии Я сейчас сохранюсь И мы на этом закончим Прям отсюда Ну, не прям отсюда, может быть Но В общем, начнем стрим Под обзаданием Там у нас еще куча всего непройденного Куча всего непознанного Вот Приходите Жду всех на прямом эфире Ну что ж Круто было Мы помогли чародеям Мы Теперь Снова вместе с Трис И Гид Диэкстром Поведал нам одну Интересную историю В которой мы ему, конечно же, поможем Скоро увидимся Всем Пока